Мастер, кинематограф. Вот вы знаете, когда я вижу в программе телевизионной, или вдруг вот мне кричит, жена показывает, показывает опять, когда деревья были большими, я все бросаю, смотрю по картинке. И у меня в нескольких местах кому? Я, в общем, человек несентиментальный, вырос на улице, без отцовщины была, все было в жизни. Папа Таджик, мама Украинка, по паспорту узбек. В общем, жизнь не очень веселая, вы понимаете. Сегодня гастарбайтер в России. И вот, ну какой был великий режиссер? Какой был великий режиссер? И для меня всегда картина, когда деревья были большими, это самая острая картина нашей далекой уже советской действительности. Ну, герой-то не курен, аферист, алкоголик. Кому бы разрешили бы такой образ создать? Он ведь создал, издал картину без потерь, и сегодня она сокровищница нашего кинематографа. Удивительная, просто удивительная вещь. Ну, много воспоминаний, связанных с Альбом Ализанчем, они у меня связаны не только с кинематографом, но и с пловом. Я люблю делать плов. Я умею делать украинский борщ, лагман, манты могу, и так далее, все могу делать. Но плов я люблю делать, потому что делаешь плов, это как кино. Получится, не получится, смотря какая барана. Мы готовы. Что, рис и так далее, да. Все. А Лев Александрович бывал у меня дома в Ташкенте. Ну, я там делал сам, на газе, конечно. Один раз в Чехане делал, на очаге. И он, в общем, человек, который режимный, так, в общем, светил, так. Не торопясь он пил коньячок, не торопясь, и ел не торопясь. Он так вот оценил мой талант. И сказал, слушай, молодец, плов ты делаешь классно. Я говорю, Лев Александрович, вот мне другие говорят, что неизвестно, что Хамраев делает лучше, фильм или плов. Он так закурил, посмотрел на меня и сказал, ты что, обижаешься? Я говорю, я не обижаю, но просто так, как я говорю. Это комплимент. Я вот только кино умею делаю, а плов не умею. И в Токио я делал плов для него, у Юрия Петровича Орлова, в своем спортфильме. И во Франкбурге на Майне я делал плов 73-й год. Я был с Тарковским и Сахаровым в Восточном Берлине. Он с Рублевым, Леша с коллегами, я седьмой пули. Через пять дней наше замечательное путешествие с Дрезден. Леша так по-немецки шпарит. Отец, оказывается, был комендант Дрезден. Я даже не знал. Никто не знал. Вдруг вызывает Тарковского руководитель делегации посольства и меня. Подают мне второй паспорт за границей. Второй. 73-й год. Говорят, вечером вы едете в Сападную Германию в Ракхархамель. Тарковский говорит, а что такое? А что случилось? Почему вот туда? А что, у нас делегат, у нас программа. Не знаю, у нас приказ из Москвы. Мы отправляем. Я попадаю в гостиницу. Кулежанов, Санаев, Бондарчук, Теннис, Абулатзе. Объятия, садимся, кофе, это. Я говорю, а что такое? Что случилось? Друг раз, два, три. Сергей Федорович говорит, это Лёва. Он у тебя дома же плов ехал? Я говорю, да. Он здесь нам байки рассказывает, рассказывает, а мы тут немецкими сардельками давимся. Надоело уже все. И что? А Санаев говорит, что, позвонил? Я говорю, как? Да, позвонил. А мне Семен Ильич Хейлер привез в Восточный Берлин. Он прилетел на несколько лет. Паспорт. Я говорю, я взял. Аля, это все мерки, ерунда. Сделай плов. Я говорю, конечно, сделай. И я сделал плов. Ты не забыл, а зарезал морковь несколько килограмм. Так что подарочек подарил, позвал 20 немцев. Он говорит, они нас в жмоту никуда не зовут. А мы позовем 20 человек. И до 5 утра мы ели плов. Лев Александрович все так сидит. Аля, остался плов. Разогревай. Может быть, тогда вот этот звонок, вот это все. Может, это было тогда начало той жуткой коррупции, которая сегодня у нас. Понимаете? Может, это было заказано. Но эта коррупция мне нравится. Мне очень нравится. И что я вам хочу сказать откровенно. Да, вот здесь вот мои друзья и молодежь здесь есть. Вот здесь же много завистников, да? Они были всегда. И вот в нашей кинематографической вот этой среде было. Да что ты лежал, сидит спящий лев в кабинете. Да, блин, столько лет. Идиоты. Они плохо знали Льва Александровича. Они снимали свое бездарное кино. Понимаете? И не знали, что этот человек столько сделал. Он только мне два фильма спас. Триптих и я тебя помню. Полный крест был на Триптихе. У меня телефон несколько месяцев не работал. Никто не звонил. Жена за 90 рублей. Карнабалет артистский. Меня кормила. Тетя с другого конца города привозила. Лагман. Мне домой, чтобы шевел. Дочка была маленькая. Ну и, конечно, все дороги идут в Москву. Я прошел фортком, райком, горком, ЦК, Республике Бесполезном. Я поехал в Москву. Привозил отец Александровича на третий этаж. И он спустился в малый зал. И посмотрел картину. А я уже был до такого состояния изготовлен. Девушка Александровича, ну что вы, смотрите, ну что тут такое? Ну что, тут по трех женщин. Что я там? Галь, я тут спрашиваю. Девушка Александровича, вы меня знаете. Я сейчас из-за страны жухарить соберу. Пойду на Красную площадь, я там что-нибудь сделаю. Не надо. Езжай в Ташкене. Все будет хорошо. Правда? Езжай. Я улетел, через неделю прилетает, Сергей Герасимов, Станислав Роскоцкий, Григорий Борисович Барьямов и Замар Федоровна. Посмотрели фильм. Герасимов сидит в маре там в зале. Рядом с ЦК гостиницы Цыковских работников. Почетных гостей. Григорий Борисович сидит так, мы сзади. Вот так иногда. Зажегся свет, тишина. Мы слышим. Что ты наделал? Что ты наделал? Наш министр, директор Скулицы, Кашин сидел в дежуре. Что ты наделал? Ну-ка, иди сюда, я тебя болеву! Тамара, пиджак. Пиджак. Все. Прямо прошидывал. И фильм был здоров. А фильм «Я тебя помню» исповедальный обо моей отце-матери. Он тоже посмотрел в малом зале. Тоже крест. Ну, что ты сделал? Я говорю, Горбачёву написал. И что? Письмо обратно вернулось, пошли в ЦК. Нашел кому писать. А что делать? Это 86-й год. В апреле, в мае, в мае будет историческое съездство. Он говорит, в мае наш пятый съезд, да? Это чуть раньше было. Там уже 27-й съезд навязал. Он сказал, пиши письмо в комиссию ветеранов партии. В 27-м съезд. Я написал, неделя. Помогло. И последний. В случае удивительного человека. Пятый съезд кончился. Я поеду к нему. На следующий день. Все, это лсовая, это все, манта. Все. Приезжаем в союз. Я забыл в полшестого, в начало шестого. Он ухейка. Азик заходил. Леон Александрович, ну что вы? Что вы? Не обращайте внимания. Я за... Что вы? Если коньяк это, если. Раз. Леон Александрович, ну что, вы такой... Слушай, я еще полчаса во власти. Тебе что-нибудь надо? У меня дочка в калашном переводке со своей мамой. Коммуналка, 12 семей. Вы там можете спокойно Достоевскую дачу снимать. Ну что? Ничего не получается. Равно же член стоит. Я говорю, да. Так. Сейчас. Вертушка. Последний был за мной по правительству. Алло. Оказывается, Костенко, зам предморцовета. Слушай, одну квартиру сделай. Да, небольшую комнату. Вот. Мы там строим дом. Мы дали вот этой сценаристка. А ты ту квартиру у Даниловского рынка оставь. Доль сам письмо. Быстро. Алло. Держай. 20 минут, и я уже дома. Я свободный человек. Вот какой был наш Леон Александрович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.